Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Еще раз хочу поблагодарить всех причастных к моему возвращению. Я читаю все ваши комментарии. Ребят, спасибо вам огромное! Ну а сегодня поговорим об уходе за бегонью в осенний период. Вы меня часто спрашиваете, как за ней ухаживать, меняется ли что-то в уходе, в подкормках. Вот на эту тему обязательно сегодня побеседуем. Но сначала я хочу сказать, что меня высадили на больничный вплоть до 11 сентября. Все дело в том, что в нашем подъезде три человека заболели, у них подтвержденный ковид. Ко мне, кстати, тоже приходил врач в защитном комбинзоне. Но и так как я сотрудник, решили не рисковать и все-таки на работу так быстро меня не выпускать, а за мной понаблюдать. Так что включительно по пятницу в следующую я нахожусь дома. Но самое обидное, что я еще умудрилась заразить, естественно, и мужа. Но вот ему-то больничный взять не получится, так как он там у нас незаменимый. Поэтому будем как-то лечиться, стараться, чтобы это все обошлось, по крайней мере, без высокой температуры. Ну а в начале этого ролика я хочу вам показать, как распускается одна из самых моих любимых, разобудная пеларгония Аразалинда. Вот, ребят, смотрите, видите кисть? Вот, казалось бы, еще не распустившиеся бутончики. Но каждый вот этот вот бутончик – это вот такая маленькая розочка. И когда нижние все поднимутся наверх, получится такая гроздь из маленьких розочек. Но у меня было время, когда распустилось одновременно два цветоноса. И Наташа Дурында это дело не запечатлела. Естественно, все это осталось у меня в памяти, но это просто обалденная красота. Поэтому, ребят, если будет у вас возможность приобрести где-то черенок вот этой вот розалинды, обязательно приобретайте, не пожалеете вообще ни разу. Ну, а теперь давайте вернемся к нашим красавицам-бегониям. И самый распространенный вопрос, который вы сейчас, на конец лета мне, задаете на начало осени. До какого момента и можно ли сейчас черенковать бегоний? Ребят, не то что можно, нужно. Обязательно это делайте, если вы хотите размножить свои полюбившиеся сорта. Значит, на канале большое количество роликов, как я черенкую бегонию. Потому что это и черенкование в воде. У меня есть ролик о том, как успешно черенковать растения в воде. И по мере, как будет идти это видео, будут появляться подсказки. И также будут оставлены все ссылки на мои ролики в инфобоксе. Пожалуйста, ребята, переходите, смотрите. Любое черенкование с успешным результатом у нас происходит тогда, когда у растения идет активное сокодвижение. То есть лучше всего черенкование производить либо в конце лета, либо в начале осени. Не затягивайте с этим процессом, пусть лучше это все будет происходить естественно. Когда у нас будет больше солнышка за окном, когда нам не будет нужна дополнительная подсветка, например, на стеллажах. Потому что там все-таки будет удлиняться срок появления корней. И вот смотрите, такой важный момент. То есть если вы все-таки используете воду, то я вам говорила о том, что может произойти после того, как вы пересаживаете в стаканчик с грунтом. И почему такое происходит, что черенок погибает. То есть корни в воде появились, а дальше черенок загнил. Поэтому для все-таки лучшей результативности используйте торфяную таблетку. То есть здесь точно не ошибетесь. Единственное, что старайтесь все-таки держать ее более влажной. То есть не давайте ей пересыхать. Тогда все у вас 100% получится. На торфяную таблетку укоренения в ней тоже обязательно оставлю вам ссылку. Еще один часто задаваемый вопрос, что меняется цвет листвы. То есть где-то появляются сухие кончики, где-то появляются такие коричневые пятна, более светлые участки на листовой пластине. С чем это может связано быть? Самый первый момент, если мы сейчас берем летние месяцы, ребят, я вам говорила, что бегония не любит прямых солнечных лучей. Если у вас такая же катастрофическая ситуация, как у меня, то есть узкие подоконники, а листья у бегонии у ваших большие и огромные, то, конечно, они будут заваливаться на стекло, и растение будет страдать от солнечных ожогов. Поэтому обратите внимание местоположения, где стоит ваша бегония. Это тоже очень важно. У меня иногда бывает, что я даже подрезаю некоторые листочки, чтобы растение как-то более компактно стояло у меня на подоконнике. Следующий момент. Вот как ни крути, но сейчас уже приближается осень, и растение, конечно, это чувствует. Плюс смена листьев, это тоже, конечно, нормальный процесс. То есть, если у нас снизу начинают листочки где-то подсыхать, коричневеть, это тоже нормально, так же, как и у глоксини. Но, конечно же, обращайте внимание на наличие вредителей. Очень часто невидимым нам глазом поселяются насекомые, которые забирают все силы у растения, тянут все соки, и поэтому начинает деформация листовой пластины, усыхание листа. То есть, тут наглядно нам становится понятно, что где-то поселился вредитель. Поэтому проведите обработку по листу любым инсекто-акарицидом. Конечно, бегония не совсем приветствует, когда мы ее вот именно опрыскиваем по листу, но тут ничего другого не остается. Поэтому вот, в принципе, это основные, ребята, причины. Меньше всего они связаны с тем, что не хватает чего-то в грунте. Поэтому здесь уже именно идет изменение вот такого цвета, но об этом мы чуть позже поговорим. А вот именно вот это подсыхание, коричневение, это 100% те проблемы, которые я вам озвучила. Еще такая глобальная распространенная причина почему-то именно этого сезона, я решила, что я ее озвучу и в этой теме с бегониями тоже, это грибные комарики, вот эти мошки навязчивые, которые у нас поселяются в грунте и даже могут подъедать корешки растений. Значит, ребят, я вам рассказывала, что я отказалась именно по этой причине от покупного грунта, потому что очень часто с ними я приобретала личинки вот этих вот нехорошестей. Поэтому, если вы грунт не готовите сами, если вы все-таки его приобретаете, пожалуйста, я не люблю препарат Актара или Актара, уж не знаю, как правильно ставится ударение, именно по той причине, что это несусветная химоза. Да, она не имеет запаха, но, ребята, это колоссальный урон вообще по всему, чего только можно. Я знаю, что многие периодически проливают и очень его любят. Я этот препарат не люблю и пользуюсь им только в крайнем случае. Поэтому либо мы используем любые сыпучие препараты, это может быть мухоед, это может быть землин, это может быть гром-2, его можно заделывать в грунт, когда вы высаживаете растение, то есть не обязательно его рассыпать наверх, когда уже беда случилась. Можно это сделать в целях профилактики, пожалуйста, используйте. Проливайте далее, после того, как вы это все взрыхлили, через какое-то время еще раз насыпьте. Это действует, это помогает. Но самая главная такая предпосылка и хорошая среда для развития вот этой бяки – это все время верхний слой влажный. Вот, ребята, дайте грунту просохнуть. Не делайте так, чтобы у вас постоянно верхний слой был мокрый. Это замечательная предпосылка для того, чтобы эти грибные комарики у вас поселились и еще раз множились в геометрической прогрессии. Ну и раз мы уже заговорили о поливе, то впереди у нас осень. Соответственно, вот у нас сейчас отопления не будет до октября. И если на улице нет солнца, если в квартире прохладно, то, соответственно, мы также уменьшаем количество поливов. То есть все смотрим по температуре там, где наши растения стоят, по тому, что у нас за окном. То есть потому что, когда холодно и идет чрезмерный перелив, да, что у нас появляются различные грибковые заболевания. Отсюда что следует? Следует, что мы используем фунгициды. Ребята, я вас очень прошу, чтобы не допустить действительно плачевной ситуации, когда уже растения с грибком. Пожалуйста, используйте фунгициды, которые вам нравятся. Я использую биопрепараты. Я их люблю, я использую их в профилактических целях. Чтобы вот уже, как говорится, не дожидаться какой-то такой глобальной беды. В осенне-зимний период обращайте внимание, чтобы растение не стояло на сквозняке. Особенно, если оно у вас еще продолжает свисти. Потому что моментально могут опасть у нас бутоны. Это тоже очень важно. Что касается подкормок. Если в летние месяцы я подкармливала практически с каждым поливом, используя то или другое, то сейчас у меня подкормки раз в неделю или раз в 10 дней. Но также у меня идут комплексные удобрения и магния сульфат. Это тоже обязательно. Вот эти две бегушки я привезла с дачи. Помните, я вам показывала, что это у меня желтенькая, которая пахнет лимончиком. Это все ампельные сорта, а это бегония соления. Так вот, у меня еще одна расцветка соления и бегония, вот ближе к розовому, осталась на даче. Но я ее не забрала. Я не знаю, когда теперь вообще появлюсь на даче, потому что у меня дикий кашель. Я даже не знаю, как ехать в электричке. Вот, и, собственно, ребята, они так и будут у меня в этих горшочках зимовать. То есть, когда в прошлом году я пыталась выкопать и посмотреть, клубня там не было. То есть, я уже знаю, что вот бегонии первого года жизни, даже ампельные сорта, не факт, что они образуют этот самый клубенек. Поэтому им будет комфортно абсолютно перезимовать вот в этих вот горшочках. Теперь, что касается зимних месяцев, но об этом еще рано говорить, но я вам проговорю, что я не вытаскиваю клубни, неважно, первого года, там еще и клубни-то нет. Второго года, вот, например, как это растение выращено из семян, да, я не буду вытаскивать клубни и где-то там хранить, как с галоксинями, да. Все они у меня будут находиться в горшочках, где и росли. Либо стоять под лампами, если это молодое растение, да, либо находиться на подоконнике. В прошлом сезоне я этот опыт освоила, и, в принципе, мне очень понравилось. Потому что очень, ну вот, на мой взгляд, проблемно, да, это экономит в зимние месяцы место, поскольку вытаскиваем клубень, горшок не занимает места на подоконнике, но потом его надо прорастить, но потом его нужно раскачать, не все они раскачиваются, к сожалению. Поэтому для меня вот как-то спокойнее для души, когда они находятся в этом же самом горшочке и там зимуют. Так что, ребят, вот такая сегодня информация, возможно, она кому-то пригодится, я буду очень рада. Спасибо, что были со мной, увидимся, услышимся, и всем пока-пока.